Рыба ловится в корягах, а у нас в корягах мы ловим серебро. Всем привет, друзья! Начинаем коп с серебра сегодня. Неожиданно и очень приятно. Летом я здесь ходила, но здесь было все заросшее травой, а сейчас вот уже осень, травы нет, можно спокойно походить в труднодоступных местах. А это у нас 10 копеек 1928 года. Хорошая монета. Вот так. Бывает же такое. Редко, но бывает. Первый сигнал и сразу серебро в корягах. Ну ладно. Классно. Серебро. Все любят копать. Продолжаем дальше. Поиски в лесу. Погода не солнечная, тепленькая. Ветра нет. Замечательно. Хорошая коряга попалась. Остановилась я возле нее. И кружу, друзья. Заравняла свою ямку, где нашла серебряную монетку. И здесь еще очень хороший сигнал. Сигнал 73-75. Что-то медное. Все возможно. Кто ее знает. Ух, точно. Точно медь, друзья. Смотрите. Вот она красавица. Вообще здорово. Сегодня даже птички поют. Монета. Рядом. Друзья, все рядом. Вот видите. Вот мой был сигнал. Рядышком. Думаю, я здесь покружу. Я всегда, когда нахожу монету, начинаю ходить тщательно в таких местах. И снова монета. Не советская, а империя. Чистим и смотрим. Одна копейка 1914 года. Сохранчик нормальный, если хорошо почистить. Надо успевать бедать по лесу, потому что время идет быстро. День короткий. Побежали дальше. Еще один симпатичный сигнал. Что-то плохо копается здесь совсем. Где-то копаю. Сигнал свой копать не могу. Где-то пикнул и опять потерялся. Ну, наконец-то. Наконец-то. Что здесь у нас? Что-то выкопали. Сигнал-то хороший был, стабильный. Точно, точно. Я уже вижу. Это у нас советская монета. Это у нас нашлась монета 3 копейки 1956 года. Правление Хрущева. Нормально. Видите, различные монеты. В таких лесах можно найти что угодно. Непредсказуемо. Сигнал какой-то у меня. Чересчур медный. Может быть, бутылка какая-нибудь из-под пива. Не знаю. Посмотрим. Что-то слишком прямо. Слишком медный сигнал. А может быть, здесь у нас медная монета. А может быть, бутылка. Что-то уж как-то очень так это подозрительно хороший. Это у нас препарат для уничтожения клопов и тараканов. Вот так. 12-13. Кто его знает? Что скрывает этот сигнал? Все возможно. А возможно и нет. Да, это фольга. Бывает такое. Сигнал медный, друзья, у нас. 79-80. Ничего, у меня какая находка, друзья. Тогда находила блесну. А сейчас нашла катушку от спиннинга. Ну, рыбак все растерял. Все свои снасти. А на этот раз, друзья, монетный сигнал-то был. Выкопала, бац, выпала монета. Как классно. Смотрите, какая красота. Зеленющая-призеленющая. Что за монета? Ух ты, большая монета. Сигнал был, конечно, вообще бомба. Ой, какой налет песка и зелени. Как ни странно, но очень большой налет. Зеленый-призеленый. Красивый. Круто. Вот это да. 1811 год. То монеты советские, хрущево правление, то Александр I. С одной стороны очистила, а с другой, смотрите, какая зелень. Ну, это 2 копеечки. Вот это да. Вот это я понимаю. Находки. Копала в надежде, что это советская монета. Пробка. Был плохенький сигнал. Похоже, как будто поздние советы. Если не поздние советы, значит ерунда какая-то. Да, вот видите. Монетка совсем маленькая. Ой, как они плохо бьют копеечки. Таких я еще монет не находила. Одна копейка 1988 года. Правление Горбачева. Интересно. Собаки лают. Охотники, друзья. Рядышком где-то в лесу. Будем надеяться, что не подстрелят. Сигнал 18-19. Как хорошо в лесу теперь ходить. Травы нет. Просто замечательно. Так, где-то что-то у нас. Где-то что-то рядышком. Это нет наука. Так, монетка точно. Монетка. Сейчас посмотрим, что за монетка. Уже немножко видно. Да, монетки есть в этом лесу. Это радует. Вообще хожу. Сигналы копаю. Пробок много. Но ничего страшного. Копаю все сподряд. Это лес. Просто непредсказуемые сигналы. Сегодня копаю даже самые низкие сигналы. Потому что проходимость людей здесь очень большая. И деревня рядом. Куча разных дорог. И рыбаки здесь ходят. И охотники. И вообще деревенские жители туда-сюда ходят. В общем, найти можно что угодно. Это интересное место. Вообще. Оно меня просто тянет сюда. Завораживает. И получаю очень много эмоций от этого леса. Потому что находки идут и идут. А я одна хожу здесь. Это у нас 20 копеечек. Щитовичок. 1932 года. Вот так. Хоккея. Хочешь монеты. Все разных периодов. Какой-то кошмар просто. То с одной стороны лает. То с другой. Сигнал какой-то хрюкающий. Как будто поздний советик. И даже похоже на копеечку. Как будто копейка советская. Что-то буквально. Так, что это такое? Друзья. Это что такое? Неужели это золото что ли, друзья? Подвеска что ли какая-то? А сигнал-то какой был. Представляете, копейка советская. Так же бьет. Хрюкает. Как будто советская копейка. Вот это да. Я вот даже вообще. Вообще неожиданно. Ой, ура. Ура, ура. Такое бывает что ли. Вообще. Вот это да. Смотрите. Лежала совсем буквально. На поверхности. Обалдеть просто. Очень слабый сигнал. Хрюкающий. Кто бы мог подумать. Меня трясет. Просто трясет. Пропы видно. Да, это не бижутерия. Это не бижутерия. Это золото, друзья. Ура. Ура, ура. Маленький янтарь поцарапанный. Капелюшку. Да ладно, ничего страшного. Смотрите, как износилась уже вся изношенная подвеска. Какое-то крепление было. Еще что-то было. Вот видите, сломалось. Здорово ее кто-то поносил. Если бы верхний сломался, то бы вскоре все равно потеряли. Видите, все протерто. Еще сколы есть. На янтаре сколы, царапинки. Кто-то хорошо эту вещь поносил. Носил, носил, что даже и потерял. Надо было вовремя сдать в ремонт. Вот не могу никак пробу рассмотреть. Плохо видно. Непонятно. Вот вам и советская монета поздняя. Копайте, друзья, все сигналы. Даже хрюкающие. Я вот сегодня столько фольги выкопала. Слабый сигнал. Идет 7, 10, 12. А может мы пропускаем золото. Сигнал очень слабый. Можно пройти. И если бы я не подумала, что это поздний совет, я бы, наверное, прошла. Вот так вот бывает, друзья. Вот так бывает. Редко, но метко. Ищите, друзья. Желаю вам тоже найти золото. Потеряли. Жалко. Мне того человека, кто это потерял. Кому-то было это дорого. Вы теряли золото? Я вот еще ни разу не теряла ничего такого. И не хочется терять. У меня золото-то нет. Терять нечего, можно сказать. Ну ладно. Продолжаем дальше. Насмотреться не могу. Скажет, опять ты зависла. Долго крутишь, долго крутишь, вертишь. Но вот если что-то находишь, просто не можешь остановиться. Крутишь и крутишь. Хожу здесь. В березовом лесу. Березки, березки. Красиво. Время идет, конечно. Конечно, зависла я с этой находкой. Ветра нет сегодня. Так хорошо. Сердце стучит. Руки трясутся. Останавливаться не будем. На достигнутом. Продолжаем дальше. Да, надо низкие сигналы все копать. Иначе золота не видать просто. И я подумала, что это поздний совет. В этом вот я лесу копаю все. Ольгу копаю, все копаю. Как пошла, и сразу у меня первый сигнал в серебро. Обалдеть просто. Эмоции. Это вообще аритмия в сердце, можно сказать. Здесь жидковатое место какое-то прямо страшное. Но здесь вот как будто дорога проходит. Вышла сюда. И такой прям четкий сигнал. 51. Кто-то ходит в лесу, друзья. Не знаю, тихонько говорю. Кто-то шастает. Сейчас будем копать здесь. Потихонечку в тихушечку выкопаем. Куда не поедешь, везде люди ходят. Здесь вроде бы охотники. Уже еще кто-то ходит. Помимо охотников. Сигнал вообще классный. Эх, показалось золото. Золото еще. Золото за золотом. Только что золото нашла. И снова золото. Представляете? Только золото партии. Немножко другое. 5 копеек 1931 года. Слышно шуршит кто-то. И дождик пошел. Ё-моё. Но нам сейчас этого дождя никак не надо. Хочется походить еще немножко. Да, друзья, нашла я дорогу. Здесь какая-то дорога заброшенная. Видите? Видно, что была дорога. Никто по ней сейчас уже не ходит и не ездит. Вся заброшенная дорога. Монета. Монета, монета, монета. Сигнал хороший, конечно, монета. Еле оттерла, друзья. Чтобы хоть посмотреть вообще, что за монета. Это у нас 15 копеек 1955 года. Вот так вот идет дождик. Ё-моё. Как я хочу здесь походить еще. Пока светло. Дождик пошел. В лесу сигналов много в лесу. Может, проволока. Ого. Не проволока. Это у нас рубляшок, друзья. Что у нас за монета? Ой, это у нас ходячка. Вот так вот. Ищешь что-то интересное, а находишь 1 рубль ходячки. Ну ладно. Ямку хотела заравнивать свою. А здесь еще один сигнал. Кошелек. Современных денег. Неужели еще одна монета? Все может быть. Ну-ка посмотрим. Сигналы не глубокие. Да, похоже. Еще одна монетка. Ну да, конечно. Смотрите. Еще одна монета. О, крупные пошли монетки. 2 рубля. 2 монетки. Сейчас еще проверю. Может быть, еще есть. Кто-то здесь растерял свои монетки. Все какие-то дороги. Дороги прошла дальше. Там еще дорога. Пин потеряла, друзья. Выпал у меня из сумки. Пин, слышу, пикает. Пошла за своим пином. Хорошо, что вот есть пин с сигналом. А так бы все. Все потеряно бы было. Так, где-то у меня сигнал здесь был. Хватилось. Пина-то нет у меня. Нормально. А где я монеты нашла? Две штучки. Там он у меня и остался. Ой, блин. Волнительно. Все хожу, как это разволновало. Даже пин оставила. Такого у меня еще не было, чтобы я где копаю, там пины оставила. Дома уже потеряли. Уехала, говорит, темно уже. Тебя нету. Не звонишь и ничего. А я тут когда мне звонить? Некогда звонить, друзья. Такие находки. Идут находочки одна за другой. Что-то малюсенькое совсем. маленькое-прималенькое. Какой домой. Находки идут одна-вторая копейки 1909 года. СПБ. Снимать придется с фонариком. Уже темно. Ой, как жалко, что день короткий сейчас. Время не так много, но уже темно. Сигнал 51. Похоже на пятачок. Ну, не знаю. Может пятачок, а может пробка. Кто его знает. Надо копать. 50-51. Хороший сигнал. Ну, в основном всегда. Это у нас 5 копеек, скорее всего. Советские 5 копеек. Да, точно. Видите? Это уже безошибочно. Я этих пятаков уже накопалась. Ух ты, хороший какой пятачок. 1931 года. Классно. Находок здесь много. Копать и копать можно. На все надо только время. Был бы этот лесок недалеко от моего дома, я бы туда ездила каждый день. Недалеко еще один сигнал. 19, 22, 18. Все прыгает, скачет. Но я человек терпеливый. Копаю все. Хоть что-то похожее есть. что можно что-то найти. Если сигнал какой-то такой. Подозрительный. Я все равно буду копать. Я уже сделала вывод, что я раньше очень много всего пропускала находок. не копала. Копала четкие только сигналы. А теперь жалею. Потому что за такими сигналами, как сейчас, скрывается очень много находок. Ай, штучка какая-то. Видите? Ради какой-то ерунды все равно приходится копать. Пластинка. Добежала я до машины. Разошелся. Очень сильно дождик. Да, конечно, если кто слабонервный, тому золото не найти. И серебра, наверное, тоже. Чтобы что-то найти, приходится столько всего выкапывать лишнего. Все вот даже всякие пластиночки маленькие, всякие штучки и проволока, и все на свете. Копаю все сигналы. И только благодаря железным нервам и терпению в общем можно найти золото. Так бы точно ничего не нашла. Все копаю, копаю, копаю. И вот мой результат. Если бы я была слабонервная, то ничего, наверное, сегодня бы не нашла. Вот мой результат. Железных нервов. Ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик. Всем желаю удачи, всем золото и серебра под катушку. А также счастья, здоровья, успехов во всем. Пока-пока. До новых встреч.